Добрый вечер, все кто нас видит. Сегодня мы проводим эфир на тему организационных вопросов, касающихся проведения наших акций протестов, митингов и акций 31 числа. И наша акция 31 мая. Сейчас начнет Мухтар Аблязов об этом рассказывать. Мухтар, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые друзья. Мы сегодня проводим второй эфир именно в режиме реального времени. Как правило, в Казахстане интернет выключает и наши подписчики, как правило, входят в эфир через VPN и я думаю, что сейчас наши подписчики это сделают и мы тогда можем общаться с вами в режиме реального времени. Мы будем отвечать на вопросы, обсуждать темы, которые мы заранее озвучили. Сегодня тема эфира это 31 мая, день памяти жертв политических заключенных. Именно 31 мая мир отмечает этот день. И вы знаете, что именно в наших странах бывшего Советского Союза жертв политических заключенных было очень много миллионов. Это только период сталинского периода, были и ранее. Но сейчас мы хотели бы обсудить именно поговорить о жертвах политической репрессии именно начиная с 1986 года. Это 16 декабря 1986 года, когда молодежь вышла на площадь в Алматы. И, собственно, эти все жертвы порождение существующего режима. Вчера совсем недавно это был режим или государство, называемое Советским Союзом. И далее этот режим был фактически остался неизменным при Нурсултане Назарбаеве. Более того, он ужесточился, ухудшился. Теперь, если ранее был Политбюро, которое всем рулил во главе с генеральным секретарем, то сейчас рулит один человек, Нурсултан Назарбаев. И поэтому, когда власть лицемерно 16 декабря пытается этот день каким-то образом отметить, мы все прекрасно понимаем, что жертва именно политической репрессии, в первую очередь, участник, активный организатор именно сам Нурсултан Назарбаев. И в 1986 году он стоял на трибуне и требовал разойтись молодежи. Он был тогда председателем правительства Казахстана. И вина за те репрессии, которые были в 1986 году, ложится в первую очередь на него. На него, как главного после Кунаева, который отстранили, и когда пришел Колбин, все репрессии делались при его активном содействии. 31 мая мы хотим провести именно челлендж. Почему челлендж? Потому что 9-10 июня очень ключевой день. В ключевой день мы организовываем общенародный освободительный протест, связанный с досрочными выборами. Мы считаем эти выборы нелегитимными. И юридических аргументов, почему они нелегитимны, достаточно. Мы их озвучивали еще, выставим дополнительно еще раз. И в этой связи мы хотим провести челлендж 31 мая, чтобы сохранить силы, но тем не менее, чтобы этот день был памятный и заметный. Я прошу вас, Жанна, сейчас подробнее рассказать, каким образом это будет организовано. Ну, поскольку мы, да, мы это уже обсудили в чате «Активист». Сейчас мы переключимся. Здравствуйте, еще раз, друзья. Спасибо, что отвечаете. Мы проверили по звуку. Вроде бы сегодня было гладко. В чате «Активист» мы уже обсудили, как это будет происходить. Сейчас хотелось бы поделиться здесь. Здесь очень важно понимать, что главная задача этого челленджа – это единовременно выход в эфир в 13.00. Таким образом, чтобы страна почувствовала, что действительно эта акция состоялась, и что она многочисленная, массовая, и чтобы эту акцию могли заметить. Тогда, если мы выходим в одно время, тогда она становится действительно заметной, понимая люди, что она приурочена к этому дню, и на самом деле этот день отмечают во всем мире, и тоже наш долг это каким-то образом сделать. Понимая, что даже в такой день, который является официальным государством, в государстве тоже нашем, отмечен как День памяти, людей будут преследовать все равно, которые пойдут на памятные места и будут возлагать цветы и так далее, наша сумасшедшая власть все равно будет это делать. Поэтому мы предложили сделать сетевой челлендж. И в 13.00 во всех городах одновременно, по времени Алматы, мы выходим в прямой эфир с голубым и белым шариком, и говорим о том, что этот эфир мы посвящаем как раз памятным днём, сообщаем свои требования, и, конечно же, мы должны говорить в первую очередь о жертвах режима Назарбаева, о тех людях, которые сегодня отбывают несправедливые наказания в тюрьмах, и о тех людях, которых преследуют и так далее. И каждый из вас, кроме того, имеет свои какие-то причины высказать свои отношения к этому режиму. Вот как вчера ребята собрались в Астане и довольно чётко сложили, что у каждого из нас есть права, и что хантюрганы нарушают Конституцию. То есть абсолютно всё то, что накипело и хочется высказать, это надо сделать. Единственное, я хочу подчеркнуть, что, разумеется, будут мешать нам, как обычно. Это только Касанову не мешает, sorry. Вот, и понятно, что, возможно, будут включать опять интернет, и прямые эфиры будут создаваться с трудом. Поэтому я предлагаю подумать ещё о том, что если вдруг с эфиром будут проблемы, чтобы люди могли сделать запись заранее и выложить её в интернет в своих социальных сетях. Вот таким вот образом. И Нурсултан, я вам передаю слово. Да, уважаемые друзья, вы все знаете, что именно в период Нурсултана, в руководстве периода Нурсултана Назарбаев Казахстана, а это уже 30 лет, тысячи людей прошли через тюрьмы и зоны. И это можно квалифицировать на самом деле очень просто, потому что все эти годы, но Султан Назарбаев вёл борьбу со свободой слова, с оппозиционными партиями, вообще шла тотальная борьба с инакомыслием. И за 30 лет его правления, по сути дела, мы уже дожили до того, что людей арестовывают за пустые плакаты. И вы понимаете, что за эти годы было огромное количество репрессий, тысячи. И мы знаем буквально десятки и сотни, может быть, но мы прекрасно понимаем, что таких жертв этого режима тысячи и тысячи. Поэтому я, по сути дела, обращаюсь к вам, когда вы будете участвовать в этом челлендже, вы можете выставить патеты именно ваших близких людей или тех, которых вы действительно считаете политическими заключёнными и которых вы хотели бы, чтобы страна узнала, кого-то вспомнила. И это очень важно, потому что очень скоро произойдёт смена режима Нусултана Назарбаева. Конечно же, мы будем формировать списки тех людей, которые точно пострадали от режима Нусултана Назарбаева. Конечно, мы будем разрабатывать различные компенсационные механизмы именно материального характера, которые бы каким-то образом компенсировали частично те потери, которые вы понесли, находясь в тюрьмах или пострадали ваши близкие родственники. Поэтому это очень важно. И я прошу вас, чтобы вы поучаствовали в этом челлендже, не просто вспомнив, скажем, каких-то жертв репрессий, которые, в принципе, народ уже достаточно хорошо знает, или это было лет 70 назад, 80 лет в период именно сталинского режима. Именно вспомнить тех или напомнить о тех, кто является жертвой именно режима Нусултана Назарбаева. Вот, собственно, у меня пока все именно по 31 мая. Жанна, у вас есть что добавить? Да, действительно, еще хотелось бы добавить. Мы прорабатывали такой момент в чате, о чем говорит люди, очень многие задают вопрос, что именно говорить, как говорить. Очень важно, чтобы к нашим челленджам не возникло каких-то требований с точки зрения правовой. Очень важно не транслировать какие-либо призывы. Тем более призывы к общественности. Знаете, вот у нас там, как бывает, выходят отчаянные, там, выходим, там, все. Это все и так понятно. Мы будем заниматься призывами, мы будем создавать эту площадку, чтобы можно было призывать. В Казахстане все эти причины. Поэтому я предлагаю просто высказывать свое мнение и даже начинать трансляцию в принципе с этого. Потому что в Конституции Казахстана записано, что каждый имеет право на свободу самовыражения и на свободу слова. И поэтому, пользуясь своим конституционным правом, вы можете выразить свое мнение, и вы можете начинать эту трансляцию именно с этих слов. Для того, чтобы завтра, если ваш адрес, допустим, где-то будут включать обвинения, было четко проговорено, что я пользуюсь своим конституционным правом. Хочу выразить здесь сегодня такое мнение. В связи с тем, что мы проводим День памяти жертв политических репрессий, я хочу участвовать в таком-то челлендже и высказать свое личное мнение по этому поводу. И таким образом формулировать все, чтобы не было призывов и не было лишних поводов, скажем так, к вам какие-либо претензии предъявить. Тогда у нас у всех, во-первых, получится это безопасно, и проблемы мы избежим. Вот. Ну, следующая наша акция, не акция, а самый главный день, это 9-10 июня. И я бы хотела сразу вот организационный момент задать и сообщить о том, что сегодня был озвучен опрос, но он был озвучен только сегодня и вот в Инстаграм. Но мы до этого в штабе, в ячейках, в чате активист прорабатывали эти моменты. Говорили о том, что нам необходимо определиться с местами. Сегодня мы предлагаем поработать с городом Алматы и понять, насколько мы правильно это понимаем, насколько правильно мы понимаем, выбрали место. Речь идет о старой площади. И есть такое, значит, мнение, что собираться нужно в одном месте. И мы предлагаем собираться со стороны улицы Аблайхана на подходе к старой площади, то есть таким образом, чтобы все, кто решит прийти туда, направлялись в сторону площади только через одну улицу Аблайхана. Она транспортная, она с автобусами, с троллейбусами, там и так далее. То есть на подходах к этой, именно к улице Аблайхана. Я вот хотела бы, чтобы Мухтар вы как бы на эту тему высказались. Ну, во-первых, конечно же, мы все понимаем, что полиция будет стараться как-то препятствовать. И, собственно, мы понимаем жителей города Алматы, которые предлагают имена Аблайхана на старой площади, потому что там очень много подходов. Подходов со стороны Панфилова и снизу, со стороны АТКБ, сверху еще с других улиц. И, собственно, к Аблайхану и Тулеби возможность пройти так, чтобы полиция не могла помешать, достаточно много. Ну, и это место уже известное жителям Алматы, поэтому мне там действительно, я считаю, что это место очень удобное, очень удобное и доступное. Даже если полиция попытается каким-то образом воспрепятствовать, это, по сути дела, приведет к тому, что они сами искусственно создадут пробки. По сути дела, это может привести к тому, что такая очень ключевая улица или проспект Аблайхана именно в результате неумелых действий со стороны полиции она будет заблокирована. Ну и хорошо, они, значит, создадут такую ситуацию, возможность, когда люди могут беспрепятственно на эту свободную улицу, которую они сами же заблокируют, приходить тысячами. Но на самом деле, я бываю часто в разных крупных городах, ну и даже постсоветские видел в Грузии, там тоже самое Украина или в Москве. Так вот, вот такие главные, важные улицы в день проведения каких-либо массовых митингов, протестов, обычно городская власть сама закрывает для перемещения автотранспорта, и она становится свободной для граждан. Собственно, 9 число, это тот самый день, это воскресенье, это выборы, и мне кажется, очевидно, что мэр города Алматы должен так сделать. Все ключевые улицы вокруг этой площади, а там находятся рядом две школы, как минимум, там избирательные участки будут. Ясно, что власть постарается силой нагнать студентов, бюджетных работников, поэтому эти избирательные участки фактически будут очень так спрессованы большим количеством людей, и очевидно, логично, я вот сейчас, а как ему? Байбеку обращаюсь, Бауржану. Почему бы вам не сделать действительно улицу Аблайхана, скажем, снизу закрыть и сверху закрыть, сделать его пешеходной в тот день, 9 июня. Улица Памфилова, она и так пешеходная. Ну, дайте людям выразить действительно волю, если вы хотите, чтобы люди проголосовали или не проголосовали, дайте им возможность прийти на избирательные участки, которые находятся вокруг того самого здания, где так называемый университет британский, да, так называемый, который сейчас приобрели Кулебаева, они собственники, и вокруг этого здания везде в двух местах как минимум есть избирательные участки, поэтому и, Тимур, я к тебе обращаюсь, Кулебаева. Вообще, есть смысл, если ты хочешь, чтобы все произошло красиво, мирно, вот, чтобы та собственность, которую вы украли в государстве, вот это здание, здание бывшего парламента, как-то было, скажем, ориентировано на людей, то есть смысл тебе тоже обратиться к мэру Байбеку, сказать, что сделайте 9 числа проспект Аблайхана пешеходным, и пусть люди ходят и выражают свою волю, вы же хотите продемонстрировать, что выбор легитимный, там будет очень много наблюдателей. Хасанжамар Токаев заявил, обратите внимание, я его правильную фамилию произношу, все время, в последнее время люди, по-моему, путаются, он же не очень публичный был человек, называет его Тонхаев. Я, уважаемые друзья, произношу его фамилию правильно, Токаев. Вот так вот Токаев сказал, что он хочет, чтобы эти выборы прошли конституционно, очень хорошо, чтобы люди были довольны, поэтому я пользуюсь случаем, обращаясь, исполняющий обязанности президента Токаеву, Акиму города Алматы, Байбеку, владельцу этого здания, которому украл у страны, Тимуру Кулебаеву, здание бывшего правительства, рыночная стоимость которого минимум 350 миллион долларов оценивается, он просто и украл государство. Так вот, я обращаюсь ко всем троим, что я думаю, что вы должны быть заинтересованы, чтобы в тот день выборы прошли действительно празднично, потому что раз в пять лет, в лучшем случае, нашим гражданам удается изъявить свою волю, неважно, за или против. В этой связи я как раз считаю, что это место очень удобное, там может разместиться минимум 100 тысяч человек, легко, алматинцам знакомое, подъездные пути есть, есть там метро недалеко, троллейбусы, автобусы, в общем, одним словом, я считаю, алматинцы правильно выбрали это место, и мы действительно давайте пообсуждаем, каким образом мы будем организовывать митинг протеста 9 июня. Такое видение, смотрите, митинг у нас протесты 9 июня начинаются в 12 часов дня. С какой логики мы исходили? Мы исходили из логики, что 12 часов дня это разгар выборного процесса, то есть работают журналисты, работают наблюдатели, и, соответственно, мы уже понимаем, что в планах властей входит блокировка интернета, и они будут это использовать в прием, потому что уже сейчас они напуганы, если даже 9 мая это сделали, то в день выборов, разумеется, они будут глобально стараться ограничить нас в их информационных потоках и так далее. поэтому мы выбираем время в 12 часов для того, чтобы каждый наблюдатель, который будет участвовать в этом процессе, мог на себе почувствовать отсутствие интернета, отсутствие связи. Кроме того, вокруг площади в 12 часов дня, там, сейчас уже Мухтар сказал об этом, там действительно есть много избирательных участков, в этот район, мы все равно будем блокировать по периметру, в центре у нас там и 56, и 39, и 28 школы, где, как правило, все там знаковые лица приезжают, у нас вся элита, культура там и так далее, все там проживают в этих районах, они, естественно, будут голосовательные в то жительство, много известных людей там будет, и вот этот весь процесс, он будет, естественно, саботироваться только потому, что мы принимаем решение выходить на мирный протест против нелегитимных выборов, и мы сегодня уже можем себе отдавать отчет, что огромное количество проблем мы со своей стороны тоже задаем властям, и, естественно, 12 часов дня это то время, когда в самом разгаре будут идти выборные все эти процедуры, и мы можем всему миру продемонстрировать невозможность доступа к информационным ресурсам, невозможность получения интернет-связи и так далее. Это тоже важно, это тоже скажется на самой системе легитимности и вообще законности этих выборов. И второе, что тоже важно, те участники, которые хотят и пойти, значит, в качестве там свой бюллетень испортить и так далее, и в то же время поучаствовать митинги, они как раз-таки смогут реализовать обе своих желания и цели, да, то есть попробовать быть и там, и там одновременно, да, то есть это тоже такой момент, который оставляет, так сказать, корточку для тех ребят, которые примут решение все-таки прийти на избирательный участок и испортить свой бюллетень, поиграть, так сказать, в булетку и свой голос в итоге кем-то играть на поэтому мы отталкиваемся от времени в 12 часов дня и по месту мы предлагаем собираться вот уже сейчас мы это место обозначаем и по Алмате уже будут ясные плакаты и как бы ролики все это начнем выпускать мы предлагаем все-таки прийти к соглашению с этой идеей и отталкиваться от того, что сбор будет назначен на улицу Блэйхана и всем участникам этого протеста мы уже сейчас предлагаем спускаться подниматься идти там подъезжать в руку но со стороны Блэйхана если вы пойдете со стороны Панфилова там конечно тоже все это будет блокировать будут заграждения стоять но если мы большой массой соберемся с одной стороны то есть со стороны Блэйхана там где детский нет то либо мы останемся на тех площадках которые будут со стороны Блэйхана свободными и в какой-то момент когда критическая масса достигнет достаточных размеров мы сможем сломить сопротивление полицейских там заграждений и пройти на площадь и уже там на площади массово выступить и если все пойдут к 12 часам дня я все-таки предлагаю делать это заранее пойдут именно на площадь со стороны Блэйхана это все будет иметь как результат вот пока есть такое видение и хотелось бы чтобы нам в чат либо нам в наши аккаунты пришли сообщения еще что вы думаете на эту тему какие могут быть еще препятствия какие вы видите еще проблемы связанные с тем что мы выбираем вот это место и как мы будем их преодолевать у нас есть время мы должны предусмотреть все детали для того чтобы организовать митинг эффективно и то место которое мы сегодня выбрали использовать наиболее эффективно Мухтар я хочу вам передать слово друзья я еще хотел бы обратиться к тем кто обладает возможностями различными место мы уже обозначили для тех кто обладает возможностью снимать я имею ввиду не только на телефоны или какие-то камеры на записывающие устройства я обращаюсь к тем кто может снять это зрелищный будет день именно на квадрокоптеры и наступит время она не за горами очень близко когда это власть будет сменена и если кто-то сумеет зафиксировать на записывающие устройства мы конечно же будем именно эти снимки и видео использовать это будет пойдет в историю независимого Казахстана потому что когда мы сейчас отмечаем день независимости 16 декабря при этом мы все понимаем что это день траура в 86 году 16 декабря очень много людей пострадало от репрессивных действий полиции или в то время милиции советского режима в 2011 году 16 декабря было очень много жертв поэтому 16 декабря тот самый якобы день независимости он не является днем независимости потому что у нас реальной независимости нет вся страна ее ресурсы богатства принадлежат семье Назарбаева и ему лично поэтому когда мы добьемся смены режима именно путем борьбы не так чтобы к нам этот подарок вывалился нас объявили независимыми когда развалился Советский Союз точнее когда Советский Союз вообще ничего не осталось Назарбаев объявил о независимости Казахстана то есть там уже Советского Союза не было а мы еще считались Каза СССР так вот все эти факты видео фотографии они будут речайно важны и тогда никто не сможет сказать как вот сейчас Назарбаев книгу целую выпустил из правых и левых где он якобы принял для себя важное решение и вышел стал во главы колонны протестующих ну что называется тут только можно сопроводить такой комментарий в его книге просто гомерическим хохотом мы все это знаем но в то время не было интернета не было квадрокоптеров поэтому я думаю что если вы уважаемые друзья в состоянии заснять вот это место как действует полиция как действует власть именно сверху если все заснимите это еще очень важное свидетельство того какой режим 30 лет управлял нашей страной во-первых во-вторых мы все ваши съемки можем отправить наблюдателям международным наблюдателям которые будут следить за организацией выборов выборы это ведь не столько то что кто-то подошел к урне бросил свой бюллетень и потом наблюдатели участвуют в неком подсчете голосов это целая процедура как человек к этому шел дали ему право выразить действительно свой голос участвовал ли он на этих выборах не под давлением факторов очень много включая был ли в тот день интернет преследовали ли журналистов давали ли вам как избирателям пройти к избирательным участкам давали ли вам возможность проявить такие качества как вот наблюдателя то есть очень много там скажем ориентиров по которому международные наблюдатели будут оценивать качество выборов поэтому очень важно чтобы вы если у вас есть такая возможность поучаствовали активно и зафиксировали все эти процессы которые происходят 9 июня вы должны понимать что 9 10 июня мы объявили общенародным освободительным протестом а именно освободительным потому что нашу страну оккупировал режим султана Назарбаева и 30 лет он не дает никому ни жить ни дышать поэтому этот день очень важный это исторический день это исторический день мы все прекрасно понимаем что это последние скажем месяцы правления режима султана Назарбаева это исторический день это вы можете потом рассказывать своим детям вспоминать это показывать фотографии видео это чередчайно важный день поэтому уважаемые друзья я прошу вас участвовать активно активно потому что каждый из вас может сделать вклад чтобы то самое будущее о котором мы все мечтаем пришло как можно быстрее и ваш вклад он может оказаться одним из самых важных это зависит от вашей активности я бы хотела обратиться я бы хотела еще обратиться к ребятам как автомобилистам давайте мы будем устанавливать контакт и постараемся постараемся решить еще один момент всегда во всех таких массовых протестах массовых мероприятиях связанных с протестами всегда особую роль играют люди которые за рулем и если нам удастся объединить людей которые могут на своих автомобилях тоже выразить свой протест и к нам уже сейчас поступает очень много предложений от наших активистов на сечеях о том что автомобилисты могут тоже в одно время чтобы город понимал чтобы все города то есть страна чтобы понимала что начинается протест что в 12 часов дня все выходят на площади на улицу и так далее вот чтобы автомобилисты начиная с этого момента подавали единовременный сигнал это будет сигналом для всей страны и люди будут понимать что если работают автомобилисты если этот сигнал непрерывно со всех улиц доносится значит это пришел момент для протеста и всем необходимо двигаться в сторону в ту сторону где сейчас находится народ и куда стекается весь народ со всего города это будет касаться каждого города в котором будет проходить протест и тут вот задает вопрос что скажете о других городах как правило мы проводим наши протесты по всему Казахстану во всех крупных областных центрах мы проводим эти мероприятия и наша практика уже показала достаточно достаточно очевидность что проводить протесты в маленьких городах где население менее 100 тысяч непродуктивно и что-то выскочило у нас и необходимо использовать только крупные города и поэтому вот сейчас я хочу призвать уже ребят которые из посолков из каких-то небольших регионов вы ориентируетесь на свои областные центры и постарайтесь туда приехать постарайтесь приехать заранее для того чтобы у вас потом не возникла проблема с участием так у нас обычно поступают люди которые хотят принять участие в митингах и действительно выразить свое мнение свой голос они едут как правило в крупные регионы поэтому естественно митинги будут проходить во всех городах просто сегодня мы обсуждаем местоположение именно Алматы и мы будем обсуждать каждый город каждый регион отдельно и мы сделаем по каждому городу рекламу и так далее и поэтому я предлагаю значит еще на двух вещах сконцентрироваться и на эту тему присылать нам свои предложения это касается того что могут делать автомобилисты я предлагаю сейчас уже своеобразный автомайдан формировать нам в Казахстане и тему городов регионов несмотря на то что мы работаем в чате активисты ячейками сейчас уже пытаемся понять в каком городе важно в каком месте проводить эти протесты все равно свои предложения присылать потому что чем больше мнений тем эффективнее можно будет выбрать самое правильное решение Мухтар я вот тут у нас вопрос был к вам по поводу национального долга каких размеров национальный долг китайцам большие людей опасения и так далее можете прокомментировать сейчас буквально несколько дней назад министр финансов по-моему объявил о размере долга но я не уверен что он точные цифры говорит но тем не менее 25% от ВВП они заявили это порядка по-моему около 30 или 40 миллиардов долларов эта цифра на самом деле когда они озвучивают именно само правительство что эта цифра маленькая что обычно в ведущих развитых странах размер долга превышает размер ВВП ну где-то в два раза в три раза это правда это так ну во-первых когда я хотел бы сказать что наши представители правительства собственно сам Назарбаев они манипулируют когда им выгодно они вспоминают значит западные примеры говорят например так у нас электонергия в 6 раз дешевле чем в ведущих европейских странах говорит Назарбаев но при этом не говорит что заработная плата наших работников в 30 раз меньше чем у европейских граждан 30 раз 20 раз минимум поэтому все эти сравнения с миром говорит что это столько процентов ВВП и это по мировым стандартам нормально чтобы понимали что это идет манипулирование международными данными на самом деле ситуация очень тревожная около 40 миллиардов долларов там 37 по-моему они сказали если существует прямой долг и он за этот год вырос я сейчас откомментирую почему он вырос и на самом деле здесь надо учитывать следующим образом они говорят якобы существуют долги компании которым правительство не имеет отношения на самом деле например КТЖ Казахстан Тимуржурова железная дорога имеет правительство к этому отношению или нет имеет очевидно прямое и у этой компании компании банкрота между прочим монополистов существуют довольно крупные международные займы которые надо прибавлять к долгу государственному потому что железная дорога она фактически выпускает свои обязательства под гарантии правительства Казмунайгаз я сейчас точно размер долга не знаю но они был период озвучивали что у них долг в размере там 18 миллиардов долларов сейчас видимо меньше но тем не менее поэтому если все это прибавить государственной компании сумма долга очень большая и она в первую очередь связана с тем что идет тотальное хищение поэтому ситуация с долгами она опасная вот и когда меня спрашивает а как правительство демократического выбора Казахстана будет решать эти проблемы не получится ли так что то же самое Китай за долги у нас все отберет я заверяю что этого не будет потому что наши национальные компании суммарно должны выплачивать дивидендов то есть прибыли ну минимум 5 миллиард долларов минимум это я очень оценочно скромно говорю ну в реальности надо у них есть возможность до 10 миллиардов долларов суммарно выплачивать налог на прибыль государству или дивидендов скажем так да эти деньги расхищаются через подрядные работы они искусственно выстраивают строительные или другие подрядные компании подставные через них воруют тариф который сейчас существует в этих компаниях он раздут и все это приводит к тому что миллиарды долларов похищаются мы конечно же безусловно правительство демократического выбора Казахстана наведем порядок перекроем все каналы воровства и все эти кредиты эти наши национальные компании в состоянии легко погасить поэтому да при этом режиме ситуация тревожная но когда мы организуем народное правительство мы все эти проблемы решим более того но представьте сейчас около 40 миллиардов долларов они говорят правительство что существует обязательства государства нашему государству не нужны никакие внешние займы но представьте национальном фонде вчера Назарбаев объявил что консолидированный национальный резерв составляет около 90 миллиардов долларов тот же журнал Forbes это принадлежит Тимуратов ближайшему кошельку Назарбаева посчитал что с 2004 по 2009 год по-моему а не 13 год за 9 лет из страны вывезено около 170 миллиардов долларов а кто их вывез вывез Назарбаев поэтому мы просто все эти каналы воровства перекроем имущество политической верхушки во главе с Назарбаевым конфискуем и проблема государственного долга она решится очень быстро я вас просто заверяю но при нынешнем режиме конечно это наращивает долг создает проблемы проводит массовое обнищение населения именно поэтому нам надо стараться как можно быстрее добиться перемен и добиться смены режима вот собственно мой ответ по этим долгам хорошо я вот смотрю у нас уже в чате идут активно комментарии о комбилистах ребят я бы хотела сказать да это очень важно на самом деле сегодня даже были в комментариях там на странице такие заблуждения люди транслируют какая разница куда выходить народ сам ведет куда нужно не обязательно обязательно на самом деле все абсолютно обязательно заранее готовить и мы уже убедились чем тщательнее мы готовим мероприятия чем детальнее мы проговариваем освещаем тем успешнее они у нас получаются и мы для себя делали выводы после 1 мая после 9 мая мы тщательно разбирали все наши протестные акции которые мы проводили извлекали опыт ошибки плюсы и так далее и я хочу сказать что если мы не будем согласовывать наши действия у нас ничего хорошего не получите поэтому по автомобилистам на самом деле идут хорошие комментарии правильные но если мы будем это делать спонтанно то мы как бы устроим хаос если мы сделаем все проговорим и обсудим детально и детально будем освещать это делать через широкую рекламу то у нас получится все согласовано и получится все правильно поэтому я прошу тех людей которые готовы участвовать пожалуйста обращайтесь напрямую желательно в телеграм желательно найдите меня через чат активизит потому что создают очень много клонов найдите напрямую через фейсбук таким образом чтобы не разговаривать с клоном Жанна вот там подсадминком печь разговаривать именно со мной либо с Мухтаром Аблязи либо обращайтесь в штаб все равно в любом случае мы это будем обсуждать в ячейках со штабом и ваши предложения которые вы будете озвучивать именно по участию автомобилистов в протесте 9 мая они будут услышаны мы будем их обсуждать публично Жанна извините я хотел бы комментировать я тоже получаю сообщения в которых предлагается например а можно сделать чтобы никто не знал раз и мы в этом месте каком-то собрались но это комментарии тех людей которые никогда не организовывали видимо митинги но представьте себе мы хотим допустим на то или иное место собрать 10 тысяч человек как вы предполагаете предупредить неожиданно 10 тысяч человек для этого у нас должно быть такой так называемый колл-центр у нас должно быть эти 10 тысяч номеров мы каждому на ушко должны шепнуть что ты приходи на такую-то улицу эти 10 тысяч человек не должны между собой общаться и никто об этом не должен знать ну понимаете что фантастика потому что достаточно троим знать о той или иной информации это становится новость не новостью а массово распространение среди всех поэтому друзья наша цель и задача все делать публично открыто мы мирные политические организации во-первых во-вторых мы призываем не как демократическое движение ДВК мы обращаемся как граждан нашей страны те кто болеет за будущее нашей страны те кто хочет перемен независимо от политических пристрастий выйти 9-10 июня на конкретное место когда в этом месте нас будет очень много то полиция будет бессильна я хотел бы здесь откомментировать в качестве примера посмотрите Армению все это в интернете есть можно посмотреть простой пример как парализовать работу например полиции или транспорта в этом месте чтобы искусственно не оказывали влияние силами полиции ну вот есть зебра когда машины должны пропускать пешеходов что сделали армяне они просто по этой зебре ходили туда-сюда сотнями человек машины стояли и таким образом это приводило к полной парализации этой улицы и полиция не имела возможность подъехать на машинах привезти полицию спецназ и все прочее то есть таких примеров армяне реализовали очень много и я не сомневаюсь что наш народ очень талантливый очень способный очень креативный молодежь наша очень энергичная мы все хотим перемен мы устали от этого режима тоталитарного когда он уже нафталином не то что пропах он не знаю уже воздух пропитан не то что вещи все пропитано нафталином совка то есть если вам не дают возможность пользоваться интернетом если вы не можете произнести цитату из конституции если вас за футболку свободы шиндак задерживает ну извините вы понимаете это прямая оккупация поэтому я уверен что наша молодежь наши граждане придумают масса способов чтобы этот протест был креативный красивый с песнями с музыкой с барабанами как угодно и я вот сейчас вижу что протест нарастает люди в квартирах собираются выходят где-то на переходах развешивают баннеры мы даже не будем успевать отслеживать настолько будет много креативных идей поэтому ребята мы начинаем обсуждать заранее 9 число именно Алматы сейчас но мы обсуждаем это в прямом эфире для всех чтобы все это видели и соответственно эти идеи распространились на все города нашей страны да вчера 1 мая на митинге протеста который был организован по призыву ДВК было несколько тысяч в Астане и больше двух тысяч в Алматы в других городах было поменьше но это сейчас если мы вот так в открытом режиме будем обмениваться идеями в прямом эфире так обсуждать то я уверен что эта инициатива будет подхвачена во всех более-менее крупных городах поэтому действуйте действуйте выходите на штаб выходите на нас давайте вместе сотрудничать и вместе добиваться перемен я бы хотела еще такой момент здесь задают вопрос по поводу Астану да мы будем Астану обязательно обсуждать отдельно и в этом смысле Астана нам должна помочь потому что здесь мы разделились и нет единого четкого мнения куда выходить в городе Астане и поэтому продолжайте все-таки присылать свои мнения что вы думаете на этот счет и отталкивайтесь от того что мы здесь запланировали с Алматы вы понимаете что мы в Алматы выбрали площадь которая достаточно камерная по сравнению с большой площадью которая находится выше у нас и эта площадь она устроена таким образом что весь центр там есть очень много транспорта к ней можно подобраться с любой стороны очень много скверов очень много других способов подойти к этой площади допустим там тропинками любыми можно приехать на троллейбус можно прийти пешком с любой стороны то есть подходов очень много опять же вокруг площади очень много мест общественного питания там университет там как бы ну есть такие места куда допустим человек сможет пойти обучиться перепустить что-то такое взять с собой и так далее вот пожалуйста когда вы будете планировать места проведения в своих городах особенно Астана сейчас мы будем в следующий эфир обсуждать Астану и хотелось бы конечно чтобы вы прислали как можно больше сообщений чтобы было понятно от чего мы отталкивались чтобы вы понимали что мы исходили из этих соображений как доехать как добраться и в случае каких-то там моментов которые будут связаны с препятствием со стороны властей чтобы можно было людей развернуть Астана довольно самостоятельно ребята там нашли решение очень умное решение нашли первого мая они развернулись и пошли шествия и это шествия наросло большим количеством людей потому что изначально людей было меньше и пока они шли те люди которые стремились попасть в тому месту где был запланирован митинг и которым помешали они смогли присоединиться уже к шествию и с этой точки зрения это было очень важным моментом и шествия тоже опять-таки шли вдоль каких-то магистралей и если бы конечно людей было гораздо больше то полицейские не смогли бы до такой степени препятствовать то что там происходило с задержаниями с разбиениями втубинками это конечно нехорошо но тем не менее мы обратили внимание много людей и что они сделали они во-первых отбили целый автопор задержанных и во-вторых они сумели продолжить это шествие и само шествие так и не остановить вот здесь вот был очень удачный момент мы там планировали собираться в первый раз возле памятника кемиссару Хану на набережной и мы понимали что это не будет достаточно многочисленный митинг чтобы искать место больше мы преследовали такую цель чтобы искать место более компактное для того чтобы каждый мог прийти поучаствовать и то место тоже мы тогда выбирали набережную мы сходили из того что туда тоже можно прийти заранее там много всевозможных пунктов питания заранее там разместиться и благополучно участвовать чтобы не попасться на глаза полиции тогда сейчас надо сходить из других требований понимая что людей будет больше в разы и что присоединяться к нашим протестам большое количество народов поэтому надо понимать каким будет это место и поэтому я прошу Астану активно участвовать присылать свои мнения мы уже завтра должны будем обсуждать этот город и Мухтан к вам здесь есть еще один вопрос не знаю будет ли это чат или нет он довольно обширный мы на него уже много раз отвечали в чате активист но я думаю с учетом того что это новый формат здесь спрашивают в какой форме будет работать временное правительство это как раз хороший вопрос я сначала хотел бы откомментировать вчерашнее заявление со стороны министерства внутренних дел что с 1 июля патрульным полицейским повышает зарплату до 320 тысяч тенге по-моему они говорят что зарплата их сейчас якобы чуть более 100 тысяч тенге по-моему 105 тысяч тенге в среднем и будет поднято до 320 но это знаете опять манипуляции власти это доплаты якобы за жилье там какие-то другие компенсации и вот таким сложным путем ну говорится что якобы полицейские будут получать 320 тысяч тенге ну во-первых я хотел бы сказать что уважаемые полицейские что все эти действия особенно последние два года связаны с тем что идет хоть какая-то корректировка вашей заработной платы связана именно с деятельностью с активностью демократического выбора Казахстана потому что именно накануне всех этих митингов сразу Назарбаев публикует свои указы о том что вот будет повышаться заработная плата в прошлом году это было было заявлено что повышается там на 30 или более процентов потом кое-как на самом деле только в начале этого года скорректировали всякими поправками так же было и с преподавательными учителями когда мы вышли с инициативой о том что будет скорректирована правительством ДВК существенно заработная плата учителей и врачей сразу через короткое время Назарбаев опубликовал программу компенсации выплат для преподавателей ну вы прекрасно знаете они придумали там аттестации другие всякие механизмы и собственно реальное увеличение заработной платы было значительно ниже заявлено так и будет с вами так и будет с вами хочу напомнить уважаемые полицейские что программа ДВК предполагает что у рядового постового у рядового работника полиции который не имеет никакого звания заработная плата стартовая начинается с размера тысячи долларов по программе демократического выбора Казахстана то есть фактически около 400 тысяч тенге это будет старт зарплата у вас будет доступ к жилью по ипотечной программе вам не нужно будет вносить вообще ничего первоначальный взнос на жилье процентные ставки будет максимум 5 годовых это будет по всему Казахстану будет организовано мощнейшее строительство правительством ДВК у вас будет серьезно социальный пакет бесплатное образование высших учебных заведениях среднеспециальных учебных заведениях ваших детей бесплатная государственная медицина стипендии для ваших детей которые будут учиться в среднеспециальных высших учебных заведениях бесплатное питание для детей то есть социальный пакет он настолько широчайший к которому будут причастны именно работники правоохранительных органов и военные, что эта власть никогда этого не сделает. Никогда, потому что они не смогут отказаться от тех миллиардов, которые крадут из бюджета нашей страны. А мы, правительство ДВК, организуем парламентскую систему управления, когда народ будет контролировать деньги страны, власть, смену руководителей. И поэтому будьте уверены, что те ворованные средства, которые сейчас уходят в карманы Назарбаева и его семьи, они просто перераспределятся среди нашего народа, в том числе и среди полицейских. Поэтому то, что сейчас делает Назарбаев, это показывает его испуг. Он накануне 9 июня проведения выборов таким образом хочет купить ваше расположение, чтобы вы действовали более жестко против протестующих. Но вы не забывайте, что вы часть общества, и все то, что сейчас делает режим Назарбаева, пытается по сути дать вам подачку. Не покупайтесь. Это первое. Второе. Это хороший вопрос был по временному правительству. Мне сегодня этот вопрос задавали. Он очень важный. Не все участвуют в нашем чате активистов ДВК. И поэтому я откомментирую, что такое временное правительство. Будет временное правительство демократического выбора Казахстана. Конечно, это не исключает, что будет коалиция с какими-то другими различными силами, которые потенциально могут появиться, когда будет происходить смена режима. Что такое временное правительство? Мы организуем временное правительство. Я планирую возглавить это правительство. Когда протесты наберут силу, когда протестующих будет очень много, я найду способ неожиданно появиться в стране. И возглавлю этот процесс протестов по всей стране. Это я уже говорил в чате активистов ДВК, я сейчас еще раз повторяю. То есть для этого нам нужно набрать критическую массу, большое количество протестующих. Это временное правительство будет функционировать не больше, чем полгода. В течение полугода, точнее говоря, после того, как произойдет смена власти, я сейчас объясню, как это произойдет, начнет функционировать временное правительство. И наиболее активные, которые участвовали в борьбе по слому этого режима, займут ключевые посты, но временно, не более чем на полгода. Не более чем полгода, и в том числе и я. В течение полугода мы организуем свободные и честные выборы парламент, депутатов по всей стране. Это будут реальные депутаты, которых народ знает и доверяет. Именно они, придя в парламент, назначат новое, не временное, а настоящее правительство, постоянное. Срок работы его будет не более четырех лет, до новых парламентских выборов. Но если это правительство будет плохо работать, парламент буквально в один день собирается и отстраняет от власти то постоянное правительство. Но я возвращаюсь снова к временному правительству. Временное правительство будет функционировать около полугода, обеспечит свободные выборы парламент. Должность президента будет ликвидирована. В принципе, будут только депутаты и правительство. А кем областей, населенных пунктов будет избираться народом. К чему это приведет? Это будет реальная конструкция политической власти, когда именно народ управляет государством через прямые выборы. Сейчас Акимы, они подчиняются Назарбаеву, и, что называется, они плевать на вас хотели. И только имитируют деятельность. Депутаты тоже назначаются партией Нур-Атан, и тоже они никогда не будут думать о вас, ни о своем регионе. Поэтому временное правительство будет работать полгода, чтобы мы за полгода провели честные выборы. Желающие могут создать свои партии, могут бороться за голоса избирателей. Мы тоже зарегистрируем новую партию, которая будет называться Партия демократических выборов Казахстана. Сейчас мы называемся движением, и в это движение могут входить разные физические лица или разные партии, но мы объединены все в этом движении одной целью – добиться смены режима. Поэтому временное правительство будет функционировать так. Вторая часть, очень важная. У меня спрашивает, ну вот, смотрите, вышли на улицы десятки тысяч людей, мы вроде сменили, а что дальше делать? Кто подхватит власть? Именно мы и подхватим. В этот момент, я уверяю вас, вы увидите, что наши организаторы, главные организаторы нашего политического движения, демократического выбора Казахстана будут уже в стране. Мы и организуем. Это первое. Дальше. Многие из вас спрашивают, а когда десятки тысяч появятся на улицах, на площадях? Что дальше? Вот мы будем стоять, протестовать, что дальше? Знаете, на самом деле, для нашей страны массовые митинги, они новые. И многие, конечно, не понимают, как это все развивается. На Западе или в других странах уже опыта достаточно много. И это как в науке. Знаете, например, если стало 0 градусов, что происходит? Каждый школьник, почти ребенок, уже знает, при 0 градусов вода покрывается, корка льда замерзает. А когда становится 30 градусов, это очень жарко. То есть мы все эти процессы уже знаем на своем опыте. Так вот, если говорить об общественных процессах, о митингах, тоже существует такого рода закономерности. Закономерность заключается в следующем. Когда на улицы нашей страны выйдут десятки тысяч людей, это я вам в качестве примера говорю Армении, власть падает. Когда в Алма-Аты, например, соберутся десятки тысяч людей, законы общественного развития, законы, как себя ведет человек, какие процессы происходят, когда на улицу выходят десятки тысяч людей, говорят о следующем. Нет, вы не пугайтесь, что будут какие-то беспорядки, хаос. Этого не будет. Почему? Потому что на эти митинги выходят те люди, которые объединены единой целью – смены политического режима. Они выходят с протестом, говорят, мы против этих выборов, мы против Нусултана Назарбаева, Такаев не наш президент. Здесь нет хаоса, когда одни хотят пограбить магазины, а другие еще как-то. На эти акции протеста собираются наши сторонники, те, которые хотят перемен в нашей стране, и поэтому здесь действуют те самые законы, о которых я говорил. И когда собираются десятки тысяч людей, власть падает мирным путем, потому что полиция переходит на сторону народа. Вы можете видео посмотреть, как военные переходили на сторону протестующих, полиция переходила, все это происходило с танцами, с плясками, радостно, без какой-либо борьбы или крови. Это было и в Грузии, это было и в Армении, это было в 2004 году в Украине, когда миллионы человек вышли на улицы Киева, и власть пала. Все перешло в сторону нового правительства мирным путем. У нас будет так же. Именно мы, демократический выбор Казахстана, сейчас организаторы этих процессов. Кто бы что бы ни говорил, если вы хотите перемен, присоединяйтесь к нашему протесту, и все будет мирно, все будет очень хорошо. Давайте тут еще организационные вопросы пошли. Вопросы организационного характера идут по поводу того, что мы будем делать, если открыть интернет, и что мы будем делать в 10 числа, как мы узнаем, куда идти и так далее. Но мы, конечно, к этому моменту обязательно придем, но уже мы говорили об этом, и говорили о том, что 9-го мы в следующий день не уходим. Потому что если мы уйдем, то вернуться будет очень проблематично. И уже говорили о том, что это протест двух дней, 9-й и 10-й. Поэтому, конечно, нам еще предстоит обсудить самое главное, каким образом, как мы будем готовиться, что мы будем брать с собой, каким образом мы там останемся, что мы там будем делать и так далее. То есть вот эти все моменты будем еще проговаривать, они крайне важны. И поэтому вопросы эти все, конечно, надо задавать. И все, что касается вопросов связи, вопросов общения, как друг с другом общаться, это все нужно понимать, что тотально, конечно, все это не отключит. Если этот интернет какой-то, то все равно элемент общения будет сохранен, хотя бы уровень комиссии, все равно будет хотя бы какая-то мобильная часть связи существовать. Но даже если всего этого не будет, мы будем продумывать наши организаторские дела, то есть организацию этих процессов таким образом, чтобы учитывать, что, допустим, связи не будет совсем и ее будет война. Как мы действуем в этом случае? Мы это обязательно обсудим. И что касается, вот тут спрашивают, когда отходить, мы всегда на все митинги идем пораньше. Мы идем так, чтобы понимать, чтобы, допустим, улицу Абайхана заблокировали. И придется идти пешком какое-то время там с улицы Абая до улицы, до любви. Или там, допустим, подниматься с пастера, там, скажем так, до этого самого, до любви. То есть какие-то такие варианты могут возникать, поэтому каждый должен это ответственно понимать и идти заранее и заранее готовиться к тому, что будут препятствия. Теперь о том, что там делать на площадях. Вот было одно предложение, я считаю, что это классное предложение. Люди, у которых есть колонки, если их нет, то можно их приобрести. Колонки, которые приспосабливаются к телефону с усилением звука, в принципе, можно будет записать обращения от Мухтара Аблязова и в принципе, их там на площади можно будет транслировать. И мы даже, наверное, можем продумать у нас какие-то специальные обращения, которые вы запишите и там таким образом мотивировать людей, чтобы люди хорошо понимали, что происходит. Есть, конечно, еще очень важный момент, это, конечно, музыка и барабаны, это все, что мы до этого обсуждали в предыдущих наших мероприятиях. И надо понимать, что вот это мероприятие и нам предстоит стоять на этой площади, стоять, вот, допустим, если речь идет о Балматы, нам предстоит, там стоять. То есть это не шествие, это не что-то такое, и нам предстоит стоять. Поэтому я хочу, чтобы вы об этом думали, и как бы действительно стоять это не идти, это находиться, постоянно, чтобы какие-то такие вещи вы продумали, вы прорабатывали, присылали нам свои вопросы, свои предложения и так далее. Жанна, я здесь хотел бы дать небольшую информацию для уверенности нашим сторонникам, кто идет на митинг. Вы должны знать, что когда говорят о том, что у нас там полицейский, тоталитарный государство, все прочее, что полицейских много, проще оперировать цифрами, тогда у вас будет больше знаний и пониманий. Так вот, в самом Алматы живет больше двух миллионов человек, но считается около двух, но в реальности мы знаем, что больше двух миллионов. И на этот большой мегаполис меньше пяти тысяч полицейских. При этом, чтобы вы понимали, это полицейские, это те, кто патрульный, наши добрые полицейские, такие пузатые, вот, неспортивного вида. есть такие полицейские, которые занимаются несовершеннолетними детьми, которые, ну, считаются, нарушают, скажем, общественный порядок, стоят в комнате, так называемой, на учете у полиции, там женщины занимаются различные. То есть, в чистом виде полицейских, которых власть может привлечь на такого рода акции не больше двух тысяч, но, опять же, из них, именно тех, кто в черных масках ходят там, ОМОН или СОБР, все прочее, их даже тысячи не наберется, по всей Алматы, что вы понимали. Вот представьте, более чем двух миллионов городов, я не говорю о приграничных, так называемых, городах и поселках, Талгар и Сык, там все прочее. Ну, два миллиона. Ну, представьте, что пять процентов населения подтянется, вот к месту, которым мы заявили. Сто тысяч человек. Полиция, вот вообще, если даже сильно постарается, больше двух тысяч там не сможешь собрать. Что такое две тысячи полицейских и сто тысяч человек? Ничего. Это все сразу, как пример Армении показывает, приводит к тому, что полиция просто или разбегается, или переодевается, или просто обнимается с народом, переходит на сторону народа. Вот это мировая практика. Поэтому вы должны знать цифры, что в Алматы, там в лучшем случае пару тысяч полицейских, если очень сильно мобилизуется власть, если сильно напряжется, в лучшем случае соберет две тысячи, в лучшем случае, что еще маловероятно. В таких областных центрах, ну, каких-нибудь средних, там, как Тубе и так далее, там больше полуторы тысячи полицейских в принципе невозможно собрать, а в реальности и того меньше. Если опять же вычесть, что они занимаются несовершеннолетними, то там это патрульные, все прочее, там полицейских даже 500 не соберется, что вы понимали. Поэтому все не так страшно, все не так страшно. Как появляется большая масса, считайте, что полицейских нет. И все это произойдет мирно. Это вы должны знать. Вот. Я еще раз хочу напомнить, что вы нам постами прислали все-таки адреса по всем остальным регионам тоже. Это важный момент. Тут у нас еще вопрос задают, скажем так, наверное, тоже Мухтар, вы ответите на него, чтобы не было никаких заблуждений на этот счет. Мухтар, вы организуете, чтобы людей кормили на площади, там даже перешел, кормил там чемпионцы и так далее. Тут здесь надо развеять людей и что-то там. Но, ребята, давайте так. Вот представьте, что вы организатор. Вот что нужно сделать, чтобы накормить, допустим, 10 тысяч человек. Нужно как минимум тысяч человек найти, им передать деньги. Как вы себе представляете, чтобы Мухтар Аблязов передал деньги тысячам незнакомых людей? тысячу. Не говоря о том, что это власть, любые средства, которые переданы от меня или через кого-то, неважно, через 10 человек, они считают криминальными, и эти люди попадают под арест, под преследование. Вот журналист, Жамбулат Мамай, его обвинили, что газету «Трибуна» якобы получила 100 тысяч долларов от меня на деятельность этой газеты. И Жамбулат Мамай осудили, дали ему 3 года условно, 7 месяцев просидел в тюрьме. У меня существует специальное обращение, не единожды я делал в социальных сетях, в ютюбе, о том, чтобы никто не питал иллюзии, что какие-то деньги придут извне. И потом я хотел бы в качестве примера сказать, что, например, та же самая Украина, Грузия, Армения, это делали сами люди, перемены нужны не одному Мухтару Аблязу, перемены нужны всей стране. Когда мне обращается «Дай туда миллион», или мне там в личку пишет один человек, «Что тебе стоит 9 тысяч долларов? Перечисли мне, мне вот нужно какие-то кредиты закрыть». Кто-то просит «Купи, пожалуйста, дом моей маме, папе, я хочу богато жить моей девушке, купи мне машины, помоги народу». Вот такие тоже есть обращения, но они, конечно, смешные. Перемены нужны, всем нам. И мы хотим построить демократическое государство, где каждый активен, то есть построить гражданское общество, где активность каждого влияет на принятие того или иного решения. Если вы будете ждать, что кто-то на Западе придет в голубых касках решить проблемы, или прилетит в Бэтмен, или западные суды решать наши проблемы, вы заблуждаетесь, тогда вы должны из своей окна квартиры выглядывать и кричать, «Эй, сосед, зайди у меня, убери в квартире, эй, сосед, принеси мне мешок сахара, эй, сосед, накорми меня или постирай мои вещи». Это выглядит так. Эти изменения нужны каждому. Поэтому примеры таких стран, которым мы сейчас завидуем, когда президентом Украины стал Зеленский, мы понимаем, что это вдохновение нации, это надежды, это фактически реализация того, что общество хотело через такого президента, это носитель их пожеланий и идей. Мы завидуем таким странам, как Армения, Украина. Да, им сейчас, наверное, непросто, но мы уверены, что там произойдут глобальные изменения, это отразится на каждом из вас, на каждом тех, кто живет в Украине, и мы вам завидуем. И это стало возможно только тогда, когда каждый, каждый сделал свой вклад. Я знаю, как это в Киеве происходило, бабушки приносили разные пирожки, которые напекли, кто-то приносил хлеб, кто-то еще что-то, кто-то одежду. Все общество вкладывало усилия, чтобы эти изменения произошли. Это был героический вклад всего народа. Поэтому, уважаемые друзья, не ждите, что кто-то один придет и вас и накормит, и напоит, и деньги раздаст. Это функции Бога. Я не Бог. И когда мы говорим о силе народа, это именно таким образом эта сила проявляется в единстве, в координации нашей деятельности, в желании каждого внести свой вклад. И тогда только будут перемены. Только тогда. Поэтому надо самоорганизовываться. Надо каждому по мере его возможности внести свой вклад. кто-то еду принесет, кто-то теплую одежду, что угодно. До тех пор, как пока мы все вместе не объединиться и начнем действовать, ничего не изменится. Очень многие задают вопрос, как этот шал умудрился 30 лет находиться у власти. Мы ругаем Назарбаева и справедливо. Но в первую очередь это вина нашего общества. как может один человек рулить 18 миллионами, даже если у него там 10 тысяч полицейских. Как? Это невозможно. Это возможно только тогда, когда каждый из 18 миллионов ждет кто-то, что за него что-то решит. Каждый из 18 миллионов сидит в кустах и боится или у себя на кухне. Каждый из 18 миллионов считает, пусть сосед пойдет, а может быть я тоже пойду. И при общем молчании, как сегодня Лариса Йенсен хорошо сказала, заговор, заговор молчащих при таких обстоятельствах происходит то, что мы сейчас имеем в стране. Когда один человек 30 лет рулит нашей страной, миллиардами крадет и мы молчим. И мы не знаем как его сменить. Рецепт простой. Надо обединиться, каждому действовать, не ждать, приносить все, что у вас есть, все, что вы можете, свой вклад. 9 июня и тогда вы увидите перемены, наступит на ваши глаза. Вот я прочитаю комментарии один, да, в мой обзор. Я хочу, знаете, пользуясь этим комментарием, меня тут человек обвиняет, что я слабый организатор и неправильно понимаю организацию протеста, что у людей надо кормить на площади, потому что у Розалии слабые, тем более, как у женщины и так далее. Так вот, друзья, я хочу обратиться к вам. у нас будут такие люди, которые действительно придут и будут за шар делать на площадь. Такие будут, и они есть, и всегда были, и я видела таких людей много раз, когда, несмотря на то, что человек находится в трудных испытаниях, в трудных условиях, несмотря ни на что, он держит свой пост, потому что это ему нужно, это его убеждение. И точно так же, несмотря на то, что у него пост, его убеждения сопровождены с такими сотруднениями, когда он придет на площадь, потому что опять это его убеждение, это не потому, что он ради облятся в делах или ради Жанны Боти, он придет, потому что это нужно ему. Мы работаем и видим постоянно, что именно такие люди приходят к нам, люди, которые убеждены в том, что они делают это правильно и делают против себя в первую очередь. И поэтому я хочу обратиться как раз таки к тем людям, которые могут обладать такими возможностями. Придите вечером, напормите наших председующих, которые держат вас за шар, в против. Помогите. И вот такие вот моменты мы будем заниматься такими призывами в том числе. Кто-то откликнется, кто-то захочет действительно прийти и именно в Халзафар принести какие-то продукты. Это будет правильно и красиво. И на самом деле именно так люди становятся нацией, именно так объединяются. Я считаю, что здесь понимание придет к каждому. Просто люди, которые когда-то однажды были на протестах, чувствовали себя единым, целым с народом. Они ощущают это иначе, они ощущают это по-другому. Мне не доводилось стоять на площадях во время протеста, потому что у нас в 16-м году, когда шел протест в Матылов, под моей квартирой стояла сразу две машины, и каждые несколько часов ко мне подходили, поднимались полицейские, проверяли, что я делаю, что я пишу, залазил в мой фейсбук и так далее. Но это единство я всегда чувствовала, понимала, что у меня были различные там акции свои, и за эти акции собственно я как бы подвергалась преследованию. Я очень хорошо понимаю, когда рядом есть люди и они стоят с тобой плечом к плечу, несмотря на то, что им угрожает опасность. Вот у нас сегодня есть огромная масса людей, которые прошли через эти испытания. Если посмотреть на отчеты наших правозащитников, когда мы видим, что у нас около полутора тысяч только заявлений пришло с жаловами, вы думаете, да, в эти циклы, какое качество людей не обращаются, кого не коснулись полицейские. Их тоже очень много, в разы больше. Но эти люди все прошли уже через испытания, через то, что вот их преследует и когда-то они справились со всем этим, они остаются активными, они остаются все равно в этой политической жизни и пытаются влиять на эти тренинги. И эти люди знают, что такое стоять рядом с единомышленником. Когда многие из вас придут на площадь Сильвы, вы почувствуете этот дух. Когда я брала интервью многих участников декабрьских событий 1986 года, люди до сих пор с неимоверным благодолуением вспоминают именно эти моменты, что тогда дух вот этот единства и он возвышал людей, он делал их достойным, он делал их свободным, и поэтому люди шли на эту площадь 17-го и 18-го декабря шли, и они стояли друг с другом рядом. И нам сейчас предстоят именно эти исторические события. Мы будем освобождать страну от захватчиков, от тех людей, которые 30 лет у нас забрали, 30 лет забрали в нашей стране, мы не развивались все эти годы. И мы сейчас призываем к именно освободительному движению. И, конечно, это придаст силы многим. Люди должны понимать свою историческую миссию, каждый должен понимать и осознавать свою историческую миссию прежде всего. И эта сила будет складываться от каждого из нас, от каждого. Вот мы сегодня с Мухтаром делаем то, что можем на самом деле. Да, объединять людей это очень большая сложная трудодривая работа. И мы ее делаем как можем. И мы очень надеемся, что эта работа, а этот труд, он принесет плоды, потому что на самом деле каждый из нас чувствует, что эти захватчики, они не должны дальше существовать. Каждый понимает, что пришел конец этому режиму. И что только благодаря нам, только благодаря заговору равнодушных это все остается. Только мы виноваты в том, что этот режим так долго и так вольготно себя ведет. Я, кстати, хотела попросить вас, Мухтара, прокомментировать события, которые сейчас идут на добывающих предприятиях. И нам сегодня писали довольно знаковое видео, где Машкевич уговаривает людей голосовать за Докаеву. Да, мы сегодня получили видео, где Машкевич на Донском ГОКе, это в Актюбинской области, обращается к работникам этих предприятий и призывает поддержать Ельбасы, как он говорит, и проголосовать за Тухаева. И в конце такие знаменательные слова, что вот он желает вам еще больше благоденствия, все прочее и так далее. Вот представьте себе, на этих предприятиях люди получают от 60 до 105 тысяч тенге. Ну, то есть 200-400 долларов, да? Это предприятие в рыночную стоимость свыше 20 миллиардов долларов США, чтобы вы знали. Так называемая евразийская группа Машкевич, Ибрагимов и Шадиев, все иностранцы, которые младшие партнеры Нусултана Назарбаева, это предприятие бесплатно в 90-х годах передано. Там огромные гигантские электростанции, гордость Советского Союза были в Экибастузе, в Ахтубе, это ферросплавы, это различные горное сырье, это алюминий и все прочее. И там можно долго перечислять одно из ведущих предприятий мира в этой отрасли, бесплатно передано этой тройке. И теперь ходит Машкевич, людям платят гроши, на таких предприятиях люди начинают получать зарплату на аналогичных от 3000 долларов в месяц, то есть свыше миллион тенге. Вы получаете в среднем 100-150 тысяч тенге, 10 раз минимум, меньше, минимум, чем на аналогичных предприятиях мира, а это вся продукция уходит на экспорт, абсолютно вся на мировые рынки, и ходит вот олигарх, который при власти, посредством власти заработал так называемых в кавычках эти богатства и уговаривает, что голосовать за Тукаева, который является ставником на султан Назарбаева и готовит место для дороги, который говорит я слуга Назарбаева, это он так прямо сам сказал, то есть вам предлагают получать те же самые 100-100 тысяч тенге, когда у этих людей огромные 100-метровые яхты, которые стоят по 200-300 миллионов долларов, и эти все богатства они выкачетили из той самой земли, где вы находитесь, где вы работаете, и вас убеждают жить такой же нищенской зарплатой кто? Те, кто украл эти богатства у нашей страны. Это повсеместно происходит везде. Казахмэйз группа предприятий, которые каждый год только официально показывала около полутора миллиардов долларов чистой прибыли, входит десятка крупнейших предприятий мира по производству меди, там тоже эти собрания идут, и там тоже Владимир Ким, который якобы собственник, входит, убеждает, что вы проголосовали за Тухаева. Это происходит повсеместно на всех крупных сырьевых предприятиях, которые являются собственностью султана Назарбаева и его зятя Тимура Кулебаева. Уважаемые друзья, уважаемые граждане страны, уважаемые работники этих предприятий, не идите на поводу, выходите на митинги и вы увидите, ваша жизнь изменится очень быстро, как придет в власти правительство демократического выбора Казахстана, ваша заработная плата в среднем не будет меньше полутора тысяч долларов, не меньше. Минимальная зарплата, которую мы установим на таких сырьевых предприятиях экспортных, минимальная будет минимум тысяч долларов, то есть около четырехсот тысяч тенге будет получать любой человек, который даже не обладает квалификацией, уборщица, водитель и так далее, это зарплата нижняя планка около тысячи долларов. В реальности средняя зарплата будет не менее чем полторы тысячи долларов, то есть 600-700 тысяч тенге, вдумайтесь, в 6-7 раз повысится, поэтому не идите на поводу, вы уже 30 лет терпите, получаете гроши, перебиваетесь кое-как, живете нищенской жизнью, а миллиарды долларов, это политическая верхушка, Баглавец Назарбаем, крадет, крадет, и вы живете нищей жизнью, вам предлагают продолжить этот курс жить нищей жизнью, поэтому не голосуйте, выходите на площади, выходите на улице и площади, там, где мы обозначим, до 9-го числа все эти адреса будут известны, и мы сумеем переломить, это сделали в Алжире, это сделали во многих странах мира, мы добьемся мирной смены власти, так что я вас призываю не голосовать за Такаева. Ребята, вот мы как бы провели довольно большой эфир, уже полтора часа находимся в Ютьюбе, и как бы действительно для этого это большое время. Я хочу напомнить, что на самом деле мы сегодня начали эфир с того, что 31 мая у нас будет большая все казахстанская акция, челлендж, посвященный Дню памяти и жертв и фактических репрессий, и мы в первую очередь будем говорить о жертвах режима Назарбаева, которыми являются начиная от Желтой Оксановцы, естественно, Женазин и наши погибшие политики и все те, кого сегодня преследует режим Назарбаева. Поэтому я еще раз хочу сказать о том, что 31 мая в 12.00 одновременно во всех городах по времени Алматы мы начинаем проводить прямой эфир либо загружаем в социальные сети заготовленные видео, в которые мы обращаемся к нашему к нашему обществу в первую очередь и только к обществу сейчас оппонировать к властям какие-то обращения бессмысленно нашей власти преступными и никогда нет смысла обращаться к ним. Все наши обращения должны транслироваться к обществу патарстанскому в первую очередь и международному по возможности. на всех языках на которых вы только умеете вы можете обратиться и сообщить свое отношение свое мнение об этом дне о том, что в этот день происходило и о том, что мы осуждаем репрессии никто из нас не должен подвергаться репрессией. Для того, чтобы эта акция была отмечена и было понятно что это акция которую организовали и она приурочена почему-то мы символом выбрали голубой и белый шарк поэтому я прошу не забывать эту деталь она важна она будет символом акции и когда мы будем многочисленные транслировать ваше обращение естественно это будет понятно всем и это еще раз привлечет внимание к нам к тому, что у них организована политическая сила которая способна выводить людей на протесты которая способна объединить народ и сменить этот режим и будет крайне важно если мы эту акцию проведем массово и она будет у нас красивой, позитивной, важной и в этой акции мы сможем отметить самые важные проблемы Казахстана это ограничение свободы тотальное ограничение свободы людей когда людей питают преследуют бросают тюрьмы и так далее и я хотела бы напомнить о том что у нас 31 мая будет эта акция и еще из организационных моментов что важно чтобы на нас вышли водители либо люди которые понимают как использовать потенциал водительских автомобилистов и чтобы мы уже сейчас начали думать о том где в каких местах мы работаем по следующим городам вот завтра мы должны обсудить место проведения протеста в Астане и естественно все ваши приложения связанные с организацией протеста связанные с организацией акции 1 мая если вы видите что сказать если вы понимаете что есть что-то что важное мы должны учесть пожалуйста пишите нам пишите напрямую в нашей спецбук youtube теледрам в первую очередь и мы будем с каждым вашим предложением работать и я передаю слово Мухару Аплязову прощаюсь да спасибо Жанна уважаемые друзья я хотел поблагодарить что вы нас сегодня слушали так долго полтора часа я надеюсь эта встреча и разговор был продуктивный и завтра мы снова выходим в эфир я хочу попрощаться с вами спасибо вам до встречи в эфире завтра спасибо